Гандболисты Олимпуса приложили героические усилия для победы в чемпионате Молдовы. В центральном матче второго круга Кишиневский клуб одолел Тираспольский ПГУ, проигрывая по ходу матча пять мячей. Самые титулованные гандбольные клубы страны Кишиневский Олимпус и Тираспольский ПГУ сошли из столицы в центральном матче второго круга Молдовского чемпионата. Приднестровский клуб легко выиграл первый там и с такой же легкостью уступил преимущество в пять мячей к финальному свиску. За две минуты до завершения матча гандболисты Олимпусы героическими усилиями сравняли счет, а за минуту до сирены забросили победный гол 36-35. Ну я сказал, ребята, важно здесь терпеть до конца, игра длится 60 минут, мне пускать голову. И ребята услышали меня, и это приятно, потому что сегодня было очень много зрителей, вы видели, что зрители соскучились по гандболу, потому что прошлый сезон мы пропустили. Но в этом сезоне, несмотря на то, что мы сохраняем, так скажем, любительский статус, в отличие от терраспольской команды, мы показали достойную хорошую игру и победили. Учитывая тот момент, что в первом кругу мы проиграли на выезде команды террасполь, конечно же, дома хотелось реабилитироваться, и сегодня нам удалось выиграть. Мы не очень удачно начали, первый тайм проиграли, но сделали ошибки, разобрали их, точнее, сделали разбор ошибок. И второй тайм, конечно же, выглядел совсем по-другому. Мне кажется, ребят наши какие-то внутренние силы у нас, почувствовал себя по-другому вратарь наш. Замечательно играл правый край, наши ветераны, Сергей Назарко, Александр Первончук, Максим Плешко здорово сыграл, Журавлев, Артем. То есть, защита, все ребята были молодцы. После первой половины чемпионатов в турнире на таблице двоевластия ПГУ и Олимпус делят первое и второе места, набрав в десяти турах по 18 очков. Победители и призеры гонбольного первенства определятся весной.